Ребят, всех приветствую! Сегодня 8 сентября, время пол седьмого утра, еще даже не до конца рассвело, только солнце там начинает вставать. Ехал еще, сумерки такие были. В лесу, соответственно, как обычно, никого нет. На своих местах здесь я не был вообще в этом лесу. Я не был, наверное, около недели, даже уже не помню. Ну да, соответственно, сейчас будет очень неинтересно и любопытно. Все как обычно, короче, по схеме. Поскольку я сегодня на один день выберу самый актуальный маршрут, по которому уже не раз бегал в этом сезоне. Сейчас по дороге метров 150 ныряю влево до молодого ельничка. Потом захожу на место желто-бурых на левой стороне. Выхожу на основную дорогу, иду полторашку, заворачиваю направо и обратно по правой стороне. Место белых, место желто-бурых. Короче, я думаю, будет интересно. Погнали, не переключаемся. Нырнул, ребят, в ельничек. Тут, конечно, еще достаточно темно. Так, на первых метрах дистанции. Пока тихо, но мы явно что-то здесь найдем. Вот он, первый гриб, ребят, на сегодня. Безусловно, это подосиновик. Вот такой вот маленький, все как обычно. Немножечко, немножечко закоречка. Продолжаем. А вон он чуть дальше. Прямо возле дороги. Такой гриб уже относительно взрослый. Вот он. И вот там, видите, совсем мелкий. Мы его, безусловно, будем оставлять. Этот хорошенький. Мы уже практически обошел весь ельник. Вот еще один. Может быть, даже последний здесь. Но явно кто-то был, ребят. Ножки резанные видел. Сейчас пойду вот туда, вот на эту дорожку на свою. И вот здесь вот в конце тоже летает парочка. Но вот один какой-то я вижу. Непонятный. Вот этот вроде нормальный. Такие вот два, короче. Здесь еще у меня есть. Тут на дорожке вообще удивительно. Ни одного гриба. Ну ладно. Побежали на место желто-бурых. Ну а потом на основные места. Ну, у меня основная точка. Листики, смотрите, прям онлайн падают. И вот смотрите. Здесь у меня опять вылетает такой же желто-бурый. Немножко в другом месте, где я обычно его здесь собираю. Но та же самая грибница прям чувствуется. Работает весь сезон. Он какой. Вот, ребят, смотрите. Отголоски осени. Вот этот гриб увидел. Видите, как он заметно в кавычках на фоне этих листьев. А вот на этот я прям поставил ядро. Смотрю, не встает. Вот этот гриб увидел. Вот они. Два осенних. Красавчика. Желто-бурых. Соответственно, он все чистенькие. Товарищ уже непосредственно на моей точке находится. О, какой. Видите? Медленным шагом передвигаюсь по дорожке. По вот этой вот параллельно основному месту. Ну и вот здесь вот, возле дерева. Уже не первый гриб здесь нахожу. И белые тут были. И вот подосиновики. Вот тут влетает такой одиночка. Молодничонок. О, какой. Видите? Издалека даже получилось увидеть вот эту шляпку. Она явно выделялась. И вот там что-то тоже интересное. Корячится. Но не все так просто, друзья. Он прямо максимально сидит там глубоко. Даже не знаю, как подобраться без потерь. Только вот так вот. О, смотрите, какая за колючка. О, чистейший гриб. Уже думал, все здесь. Но нет, но нет. О, какой. Все, уже начинаю выходить на основную дорогу. И вот тут влетает мне. О, какой гриб, ребята. Так, немножко переиграл свой план. Люди спереди идут. Вообще какая-то мистика. Причем машину не слышал никакую. Переиграл свой план, ребята. Заскочу еще на левую сторону. На свою развилочку. И дерну от нее на место серых подосиновиков. А потом уже перепрыгиваю на правую сторону. И окучиваю все свои самые актуальные места этого сезона. Это первое, что хотел сказать. Второе. Люди остановились. Ладно, давайте чуть попозже, короче, скажу об этом. Момент номер два, ребята. Вчера случилось грандиознейшее событие. О котором я хочу с вами похвастаться, поделиться. Вчера первый раз вывезли мелюзгу на тихую охоту. Походили, погуляли. Такое место, где удобнее всего передвигаться маленькому ребенку, трехлетнему. Особо там не упирались в грибы, естественно. Так больше прогулочка была. Сейчас вставлю некоторые моменты с той тихой охоты. На протяжении всей сегодняшней охоты буду, наверное, вставлять какие-то фрагменты. Чтоб интереснее смотрелось. Чтоб отвлекались от сегодняшнего сбора и переключались на вчерашнюю позитивную прогулку нашу. Давайте с первого начнем. Поехали. Покажи. Под березой екать, Ульяна. Погнали далее. Все, 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 зайка. Я на видео тебя снимаю. Складывай, корешок отрежь. В счастье, мама отрежет. Снизу видишь вот этот мицелий. Так, ну молодец, ты смотри. Это под березой. Вы учите ее грибам. Все, я пошел. Дедушка, я меня подалю. А вот еще. Ну вот и на своей развилке. Туда и налево место с серыми подосиновиками. Ну и вот тут первый улов у нас. Вон он. Развилочный маленький подосиновик. Еще один. Тонконогий. А он там, смотрите, дальше. Позову вижу гриб. А я, друзья, сегодня никуда не тороплюсь. Сегодня выходной день. Воскресенье. Не спеша. Сейчас буду гулять. Спокойненько. Как раз все свои места запланировал посетить. Основные и эту сторону. И противоположную. Так что кайфуем. Наслаждаемся. Прекраснейшей погодой. Таким более-менее холодненьким утром. Сейчас, естественно, будет теплеть. Солнышко встало. Так что самое время получать кайф от свежего, осеннего воздуха. Вдыхать эти лесные ароматы. Счастье. Ну, с серыми, к сожалению, совсем пусто ни одного гриба первый раз он такая история в этом сезоне на месте на этом кручусь тщательный обход и ни одного заканчиваю уже ребят на этой стороне смотрите у нас товарищ и здесь вон погонь какая-то мухомор и вот туда синий чик смотрите какой да за за дедушка хочешь пойти пойдем вдоль траншейки лучше прогуляемся за пошли вдоль траншейки да не надо зайка там тяжело пойдем с мамой туда вдоль траншейки и там чем-нибудь поищем пошли давай давай спускайся смелее чуть-чуть давай пробирайся грибник забирайся наверх иди вдоль траншейки чё это погонь да это брусничка ту которую я тебе с леса тоже постоянно привожу сорвем потом сейчас пойдем дальше и найдем более крупную ягоду более вкусную пошли пошли вместе со мной пошли зайка он просто пониже туда спустился к речке пошли маму догоним так она вот там смотри вон она вон это погонь погнали дальше нормальные грибы искать карыш там нашла уже он у тебя подберезовик чуть-чуть лисички сыроежка какая-то старая погнали настоящий грибник ты в курсе пошли пошли дальше на одном месте с тобой топчемся где а это дождевичок по это камень по моему камушек простой пойдем туда вот дальше сейчас вдоль траншейки точно что-то найдем а там шишка какая-то в лес пошла грибы искать пошли очень долго на одном месте с тобой проводим мама ты где пойдем и папа так а тут он еще один мелкий оказался такие на выходе летает желто-буренькой сбил ногой такой красивый гриб нечаянно но не повредил перебрался на противоположную сторону пришел на место белых смотрите как грядка непонятно для меня грибов нет встречает но на месте белых и у там вот смотрите тоже на стволе дерева они присутствуют и он там у дальше оккупировали мое место это переростки вот здесь вот тоже только вот один вижу адекватно бегу дальше по своему маршруту как обычно хожу думаю заскакивать ли на место серых или нет по пути собираю вот такого на той стороне серых не было надежд мало но естественно будем заскакивать куда деваться любопытство превыше всего но тут такая поляна ребята вон там штуки 4 здесь один там а вот здесь у меня только более-менее адекватный вот этого сейчас возьму и вот этот они ничего такой гриб они уже переросли хотя эти тоже он под вопросом сейчас будут черное пятно и губки такая вот четверка в этой полянке нормальных вроде грибов ну вот к этому краю подошел он они все здоровички вот здесь получается этот нормальный люди есть торчит самый-самый из них ну какой вот эти вот супер грибки мы их берем и продолжаем дальше на позитивчике тут ребят смотрите какая красота он первый и вот они тут пошли на тонкой ножке аля подберезовики но есть он они тут два здесь вот еще один адекватный кай здесь какое-то продолжение вижу вот это последний сейчас соберем помладше и продолжим охоту но таких вот только взял ребят чистенькие нормальные остальные конечно пускай плодятся мы еще сейчас наберем ведро я думаю на месте серых подосиновиков на этой стороне тишина это читалось но я не мог его пропустить идем к болоту на основные места желто-бурого и там продолжаем вон смотри видишь она вон 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 вниз смотри вниз не то не то зайка там где корзинка твоя вон под самый да 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 вот это лисичка молодец смотри-ка как уже процесс то дойдет вот она где фантастика вот она где-то Продолжение следует... Логово желто-бурых, вступила моя нога на их территорию и вот они. В разных местах все одиночки, все красавчики. Ну а здесь, ребята, вы просто посмотрите на этот дуплетиус. Вот они, красавцы. Тут он тоже, смотрите, ребят. Ну он же ведь. Конечно он. И еще один. Под елочкой распознал. Ребят, вы вот такой желто-бурые подосиновики попадаются на всех местах, на которых я был с июня месяца середины до начала сентября. Ни разу не было такого, чтобы я, когда приходил либо сюда, либо на свое первое место, на левой стороне, я не находил грибов. Так что год желто-бурого подосиновика. Ставим галочку, помечаем. Где? Вот. Можно ли высыпать? Конечно, можно. Дедушка! Он на ту сторону пошел, он тебя уже не слышит. Потом покажем ему. Давай, срывай сейчас. Может, двумя руками даже. Ох, какой! Белый гриб. Это твой первый белый гриб. Угу. Молодец. Пошли дедушке покажем. Да нет, дедушке потом покажем, он на другую сторону пошел. Клади в корзинку. Вот. Я пошла его искать и покажу ему. Смотри, папа, кто это? Это лягушка. А что лягушка? Маленькая совсем еще, да? Не боится. Угу. Эй, постой! Она думает, что ты ее хочешь съесть. Нет. Давай-ка еще посмотрим здесь, покрутимся белый и поищем. О! Это погонь. Не надо, зайка, не надо все грибы трогать, если ты не знаешь. Я хочу лягушке глядать. Но лягушка сама знает, что ей надо. Ребят, смотрите, что у нас. Смотрите. Зверский просто гриб. Там какой-то неказистый. А тут вообще, смотрите. Ну, дорожка. Сначала там прошелся. Перешел на эту сторону. Работаем по схеме, друзья. Как и весь сезон. И вот видите, там рыжие пятнышко сразу же манит на кочке. Да, и это он. Равно шел, как там никто не жил. О, какой. Все время засовываешь, когда руку вот такую штуку. Есть опасения. И не дай бог. Кто-нибудь цапнет. О, какой. Ну, что, древесный, друзья. Длинненький. Ё-моё, ребят. Очередное весло. О, какой. Чувствуете? Обожаю такие. Здесь, ребят, еще один. Вполне на одном пятаке кручусь. Один лучше другого. Один красивее прежнего. Хорошее название для ролика придумал. Как минимум одну из его частей. Эти грибы сводят меня с ума. Вот реально. Эти желто-бурые подосиновики. Просто такие эмоции после каждой находки вызывают. Вот. И так вот по капельке, по капельке такого позитива. На протяжении всей тихой охоты. Такой воодушевленный потом едешь. Вот. На весь день такой заряд. Находишь простые вот эти красные подосиновики. Либо белые, которые в этом сезоне вообще никакие. Ну, просто. Безэмоционально. А вот эти просто, я не знаю. Кайф неимоверный, друзья. Так что продолжаем. Вышел на дорогу. Повернулся. Вот я налево. И вот увидел там шляпку. Но по цвету вообще на сыроежку больше похоже. Давайте вместе проверим. Пойдем. Нет. Все-таки, походу, это он, друзья. Да, это он. Все одиночки практически. Но находка просто. Каждая шикарная. Ну, вот это, не знаю, на дурака нашел. Вот какой. И тут он тоже, смотрите, прям издалека увидел. Отличный гриб. Смотрите, один почему-то сбит. Сбитый уже давно. Какой-то он, ну... А, тут их двое. Ух, тут он прям сидит конкретно. Вот они, ребят. Такая парочка. Его нужно тоже очистить. Двумя руками можешь попробовать его. Ой. А этот уже старый белый, да? Да. Отчистил. А этот все, это червивый зайка уже. Давай его я отыкну. Не, не, зайка, его уже даже брать не надо. Он очень сильный червивый. Посмотри, какой он. Видишь, там червич. Да. Погнали далее. Да. Максимальное спокойствие просто в лесу, ребят. Ну и по схеме, друзья, я ухожу опять на дорогу. Хочу нырнуть на противоположную сторону. И вот он тут влетает. Смотрите, тоже очень хороший гриб будет. Зеленый мох постоянно их так насыщает. И они с толстой ножкой. О. Ребята, тут посмотрите просто, что за здоровяк. Потрясающий гриб, ребят. Просто мощнейший. Положу два последних гриба. В ведре так заметненько потяжелело. О, здесь тоже. А то там, смотрите, другой вид. Какие красавцы тоже. О. Отличные грибки разбавят желтобурых в этом фильме. Вот еще один такой же из этой же грибницы. Чуть правее был. Вон еще одна, вон здесь вот прямо. Вон, смотри, вот лисичка. Хе-хе-хе-хе. Улен, вот еще лисички, посмотри, вот с моей стороны. Выкинь палку пока, собери все лисички и пойдем дальше. Вот здесь, видишь, вот, смотри. Видишь? Я только соберу тут ягодки. Ты давай с лисичками вопрос закрой, а потом ягодки собираю. Вон, кстати, возле лисички более сочные ягоды, большие висят. Где? Висят. Сейчас тебе покажу. Которые будут намного вкуснее, чем которые мы до этого срывали. Во! Вот эти сейчас тебе понравятся точно. Вот этот большой ешь. Нормуль? Хе-хе-хе-хе. Не нравится, что ли? У-у-у. А мне нравится. Это мы для дедушки собираем, а не для меня. Не, мы для тебя собираем и для дедушки тоже. Не хочу я это есть. Давай тогда лисички собираем и погнали далее. Вот видите, лёжи лисички. Очень вкусный, полезный. Вот, беги, беги. Кидай. Ой! Смотри, Лен, ты тут прям по лисичкам практически ходишь. Ты вот эти-то будешь собирать или нет? Бери. Вот эти-то ты будешь собирать, Зая? Ага. Мама! Мама, подожди. И вот здесь вот ещё. Чуть дальше, смотрите. Вот это вот что такое. Просто посмотрите на это. Тройничок слипшийся. Чувствуете? И вот здесь вот ещё один. О! Просто в этом же месте, ребят, очередной раз нахожу гриб. Просто потому что заострил внимание. Знал, что они здесь растут. Так бы, я говорю, вот смотрите, лист. Вот гриб. Да, понятно. Просто волос. Вейст это сейчас будет вставлен. Вышел на финишную прямую. Вон тут люди возле болота кричат. Может быть, за клюквы уже пошли. А я вот тут собираю вот таких вот подосинвичков. Ну, там вот ребята кричат. Клюкву собирают. Оп. Я выпила. Иди, помоги. Папа, не сорвать грибок. Помоги. Я тебе надо больше гриб. Вон, смотри. Где? Вон. Ух ты! Смотри, что он нашел. Это мама нашла, заяц. Ух ты! Ну, давай. Дай, подержу ягоды. Ладно. Это боровик же, да? Нет, это белый. На боровик свой. Давай, я почищу как раз. Ну, вроде, ну, тоже червивый чуть-чуть. Не, не, зайка, не надо ножом. Давай, берем. Доберем, да. Клади. Там разберемся. Еще нам картинка. Ну, тут неожиданный. Смотрите, он какая-то погонь. Один боровичок. Второй. То, что нужно, друзья. Оп. Вот он. Ну, это тоже посмотрим сейчас. Тоже он суповой. Вот такие вот два, друзья. О. Там тип какой-то либо синий, либо, я не знаю, либо он на максимальном каком-то позитиве от наличия клюквы. Песни поет, орет постоянно. Уже на протяжении получаса. Я все ближе-ближе к ним приближаюсь. И вот он, смотрите, друзья, тоже опять вот как бы заметил, просто знал, что на этом пне частенько они влетали в этом сезоне. Так что приглядывался и обнаружил такого вот красавчика. Вон они, ребят. Вот такие вот два малыша. Покажи. Красный. Кстати, хороший, по-моему. Я смотрю, трубка не прострелянная. Дай посмотреть. Вон, смотри, видишь? Не червивый. Да, по-моему, да. Иди дедушкиного боровика лучше сорви. Скорее, а то белка у них. Вот, смотри. Даже и не червивый красный. У-у-у-у-у-у-у. Не, я покажу. Вот видишь? Тут белка. Не червивый. Не червивый. А называется красный или подосиновик. Давай, зайка. Ульяна, внимательнее смотри, где боровик. Вот да, чистейший. Все. Ну, я к себе кладу. Можно? Ульянушка, давай пойдем. Как будто ты ищешь. Я знаю, что переведи впереди боровик. Попробуй его найди. Где? Да, пойди. Вот тренировка. Иди и смотри. Вот в это место. Вот куда я пальцем показываю. И только вперед, вперед. Иди, увидишь боровик или нет? Вот тренировка. Смотри. Это боровик? Нет, нет. Чуть дальше. Это кошачка. Это боровик. Молодец, нашла. Это боровик. Во, какой. Вот этот супер гриб. Вот лучший гриб за сегодняшний день. Молодец. Да, гриб сезон. На, смотри, какой боровик. И плюс мы шли за боровиком, красный нашли. Да. Ну, ты меня. Что ж ты? Так, давай. Хорошо, я положу. Да, я сначала мхом его протру, а то он все грибы испачкает песком. Видишь, он какой. Песчаный. Так, Ульяна, надо здесь покрутиться, потому что может еще один быть. Да, да, да. Когда бывает, когда грибки даже часто бывают. Не так крутится только. Закончил тихую охоту, ребят. Подхожу к велосипеду. Два с половиной, где-то три часа в лесу был. Кайфанул неимоверно. Гриб, вы сами видели, какой. По большому счету можно тихую охоту сделать каким-то одним фантастическим грибом. Вот реально, как вот для меня. Мне не важен результат, не важно количество. Чтобы мне главное качество, чтобы гриб был красивый, чтобы мне было приятно его снимать и показывать вам. Вот самая главная миссия на моей грибалке. А так уже народ какой-то начал нарисовываться. Мужик какой-то в цветоотражающей жилетке прямо на меня с тростью выскочил. Там какие-то люди. Куриум пахнет. Этот крендель с болота кричит, песни поет. Уже какая-то шумная охота началась. Я как раз ведро наколотил. Сейчас его спет. Выкачу, покажу вам результат. В общем, ребята, завтра мы за баровиками с Максом. До скорых встреч. Спасибо за поддержку, за внимание, за комментарии. В общем, за все. За весь позитив, который вы несете. Стараюсь вам отдавать тем же. Давайте, удачи и пока, друзья. Ну, ну, ребят, результат. Такой вот гриб шикарнейший. Этими шляпками тоже накрыл. Они чистые все. Так бы не брал бы. Был бы красный подосинок, я бы не взял. Этот взял. Красный червивый. На этот, вон, посмотрите, прострелов. Нет, все чисто. На супец самое то. Так что как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok